Планшет для рисования, новый автомобиль и игрушки – такие желания у детишек, которые пришли на елку в правительство региона. Пока их папа отдают долг родине и защищают границы нашей страны, детей и их мам поддерживает руководство Ульяновской области. Новогоднее торжество – минимальное из возможных мер поддержки. В рамках нашей благотворительной акции в этом году сладкими подарками будут обеспечены сессиями участников специальной военной операции. Также, естественно, они все принимают участие в делах и желаниях федерального значения и областного значения. Поэтому сейчас мы с помощью всех неравнодушных граждан также собираем подарки. Либо граждане сами их разводят, либо посредством наших сотрудников социальной защитной населения. Мы также обеспечиваем всех детей теми мечтами, теми желаниями, которые они выразили. Вместе со сказочными персонажами и Снегурочкой дети водили хоровод, рассказывали о своих мечтах, кружились танцы, пели песни и играли в веселые игры. С наступающим праздником детей участников СВО поздравил губернатор области Алексей Русских. Смотрите, какой замечательный рисунок. Ты в каком классе учишься? В третьем, а? Без троек учишься? А какой твой любимый предмет? Окружающий мир. Ты, наверное, будешь исследователем, географом, путешественником. Ребята подготовили главе региона рисунки, поделки и рассказали стихотворения. За свои старания губернатор вручил детям сладкие подарки. Ёлку наряжаем, вешаем игрушки, шарики, хлопушки. Скоро Дед Мороз придёт, нам подарки принесёт. Яблоки, конфеты. Дед Мороз, ну где ты? Дед Мороз скоро появится. А сейчас держи, пока подарит. Новогодняя ёлка для детей участников СВО прошла благодаря акции «Подари детям праздник». Напомним, что ранее 8 ребятишек из семей современных защитников Отечества ездили на главную окружную ёлку в Нижний Новгород. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Управда ТВ.